Суд над полковником Шиндаковым Прямое нарушение закона. Есть норма закона, если специалист, приглашен адвокатом, специалист защиты прибыл, его не могут не допустить на заседание суда и не могут не выслушать. Другое дело, как там выслушивают, это тоже отдельный разговор, как ведут себя судьи по отношению к специалистам со стороны защиты, но здесь уже просто вообще полный абсурд. Красногорский городской суд – это какое-то гнездо порока, гнездо беззакония. Я очень хорошо знаю этот суд и с судьей Мордаховым уже встречался. Это, конечно, просто моральный негодяй, это полный подонок. Я в этом абсолютно не сомневаюсь после сегодняшнего решения. Это еще и преступник. В прошлый раз также публика не была допущена в суд, хотя у нас судопроизводство открытое, и по паспорту гражданина Российской Федерации любой может войти в суд. Ну, председатель суда, Красногорского суда, не знаю, кто сейчас, но с прежними я как-то был знаком тоже, в гражданских процессах участвовал, это тоже полные подонки. Вот, видимо, специально такая вот администрация Красногорска была раньше, ворюга просто, вот там клеймание, где было ставить, рассказов был. Вот, там так называемый Красногорский стрелок за ним охотился, жалко. Ну, все в Красногорске говорили, жалко, что нашел не того. Ну, а его там отстрелили, чтобы концы в воду, чтобы не было известно, как там вот этот Красногорский стрелок коррумпировал местную администрацию, и вот его убили, просто чтобы не было разговоров. Вот они все, то есть Красногорск это такой клубок преступности в правоохранительной системе. Ну, я лично там из прокуратуры, МВД, я тоже знаю, как они работают, ну, у них просто пишем заявление, приходит через три месяца, где письмо? Ну, где-то здесь, а новый исполнитель, а чего вы мне не отвечаете, а почему вы мне не звоните? И все там шито, крыто, тихо, здесь все так, здесь все так. Поэтому судья Мордыхаев это плоть от плоти вот этого сложившегося здесь локального режима, который одинаков по всей стране. Потому что все протухло снизу доверху. И здесь вот преступник сидит на судейском кресле, хотя не имеет на это никакого права. И даже, ладно бы, права он не имеет, но он еще и беззаконник. Он еще, вот просто, даже просто элементарно моральный человек, он понимает, есть со стороны обвинения, экспертиза, да, значит, со стороны защиты тоже должна быть экспертиза. Может быть, по крайней мере, ну как и защитник, должен обеспечить какую-то альтернативу. Тут эксперты поработали, у него есть возможность привлечь своих экспертов. Тем более, что речь идет об анализе текста. Текст можно интерпретировать по-разному. Поэтому судье надо взвесить, вот одни эксперты, вот другие. Это не просто там мнение каких-то людей, просто с улицы зашел и сказал, мне этот нравится, мне это не нравится. Нет, есть люди компетентные, у которых есть определенные основания считаться специалистами. Есть, я подготовил в письменном виде объемный материал. Я его теперь публикую, естественно, публикую с тем, что я считаю, что отказ судима Ардыхаева приобщить к делу, мое мнение, специалиста, это наглое и циничное преступление, публично совершенное в осознании полной своей безнаказанности, в связи с тем, что вся система судебная развалилась и стала враждебной по отношению к закону и вообще к элементарным человеческим нормам. То есть судьи превратились в разрушителей социума, в разрушителей сознательных и действующих постоянно в этом направлении. У меня достаточно уже обширная практика общения с судьями, но я только один раз знаю, когда судья как-то заколебался. Очень пустяковый был эпизод и связанный не с тем, что власти там что-то такое сверху проинструктировали, как во всех политических делах бывает. Судьи, естественно, независимых судей у нас никаких нет, они морально зависимы от аморальной власти. Вот и поэтому сами превращаются в полных аморалов, в преступников. А вот там был один гражданин, а другого написал донос, но по мотивам возбуждения ненависти и вражды. И там судья как-то заколебался и отправил, я тоже как эксперт выступал со стороны защиты, судья отправил это все на доследование. Потом дело в конце концов развалилось, сроки процессуальные пропущены и так далее. Я только один раз знаю, что вот такое было. В политических делах всегда судья должен, это его обязанность, быть под лицом и нарушать все нормы закона. Совершенно бессовестно и бесстыдно относиться к стороне защиты, в особенности к экспертам. В делах гражданских это всегда материальная заинтересованность судьи, всегда. Вот если нет материальной заинтересованности, тогда может быть, ну такого же не бывает. Гражданское дело это повод для коррупции. Если коррупционная сделка состоялась, если нет, тогда скучно, тогда все это дело не то что по закону, а как придется. Можно сказать, подбрасывание монеты. А если есть заинтересованность, ну там 100%. В Красногорском городском суде я прошел три гражданских суда. Это просто полное безобразие было. И там были председатели суда. Суда в двух случаях были судьями. И я могу еще раз говорю, что Красногорский городской суд. Это место, где работают не просто непрофессионалы, а люди нацеленные на то, чтобы быть всегда против закона, всегда против гражданина. И судья Мардыхаев это один из этих людей, который несомненно при изменении власти должен быть арестован и посажен навсегда. У него должны быть конфискованы все имущественные права, все, как говорится раньше, была такая формулировка, дореволюционное лишение прав состояния. Вот эта норма должна быть восстановлена в отношении таких людей. Это люди, которые целенаправленно разрушают все человеческие отношения и всегда находятся на стороне преступников. Преступного политического режима эти люди всегда на стороне беззакония, всегда. А это вот это конкретное дело, уже конкретное, уже такой вереница у меня целая вереница конкретных дел, связанных с беззаконием, с преступлениями со стороны судей. Судья, еще раз, я хочу, чтобы вы запомнили. И при случае, если вы слышите эту фамилию судья, Мардыхаев, Мардахов, как его там могу оговориться, это преступник. Наглый, циничный преступник. В результате его деятельности страдает общественный деятель полковник Шендаков. Мы его знаем хорошо, да, где-то он там не воздержан на словах. Я тоже отношусь к его взглядам крайне критически. Но это общественный деятель. Его общественная деятельность пресекается беззаконными действиями, в том числе ключевой фигурой беззакония является судья Мардахов. Ключевая фигура. Это просто к крайней степени подлец. Потому что честный человек, он понимает, что должно быть равенство сторон, если уж состязательность суда, равенство сторон здесь эксперты, здесь эксперты. У него этого понятия нет. Цинично отвергает это правило. Он цинично нарушает закон, присутствует, уже пришли, пришли свидетели, пришла публика. Не допущение публики в суд – это преступление. Не допущение специалистов со стороны защиты в суд – это категорическое преступление. Уже за это просто сегодня надо было бы вызывать наряд и арестовывать этого человека. Но этого же не будет. Да, я могу позвонить в полицию, строить какое-нибудь там шоу театральное. Но я знаю, чем это все закончится. Режим прогнил до конца. Поэтому я считаю полным подонком того или просто циничным идиотом, кто не понимает, в какой ситуации мы живем. Я никогда ни в какие отношения не буду вступать с теми людьми, которые поддерживают этот режим. Ну, ладно, 10 лет назад еще как-то можно было понять, что человек – идиот, просто его надо обходить. Сейчас я с ненавистью отношусь. То есть вы, вот этот судья Мордахов или прокурор, который согласился с тем вместо того, чтобы устанавливать истину в суде, он говорит, да, они не нужны, какие эксперты, еще какие эксперты. Тоже поддержал судью и счел, что не нужно. Не нужно защите, не нужны никакие специалисты и никакое мнение специалистов. Вам закон не нужен, негодяи. Вот эти люди составляют главную часть преступной деятельности. Не уголовники вот эти, они им тоже социально близкие, поэтому они с ними душа в душу живут. А вот эти, вот эти преступники, неосужденные преступники, сподвижники Путина и других изменников, которые стязают нашу страну. И дошли сегодня до каждого. И каждый теперь должен понимать, что это наши враги. Это наши враги, которые нашу жизнь уничтожают. Просто напрочь пытаются истребить нас физически, в том числе унизить морально и истребить физически. Это уже очевидно должно быть каждому вменяемому человеку. Если вы этого не понимаете, то вы не понимаете ничего. Я лично с такими непонимающими вообще не желаю иметь ничего общего. Если вы каждый там сам за себя, ничего у вас не получится. Вот сегодня в суд пришло за полковника Шандакова, человек 20 пришло. Это надо ехать из Москвы, там люди приехали из других городов, его бывшие сослуживцы приехали. Есть солидарность. Не будет солидарности у вас, не будет ничего. 20, почему не 20 тысяч? Почему не 20 тысяч? А должно быть так, должно быть так. Толпа должна прийти на этот суд. В конце концов просто за грудки взять этого судью. То есть мы должны как граждане организовать общество таким образом, чтобы до всякой мрази мы могли дотянуться и призвать к ответу. И посадить навсегда. Никаких сроков давности для этих людей не может быть. И благоприобретатели, их родственники, друзья, сослуживцы, кто при них кормился. Все эти люди должны понести ответственность. В разной мере у каждого своя мера ответственности. Есть суперподонки, которые там на верхах сидят и грабят миллиардами. Есть мелкая сволочь. Но каждый должен получить свое. И это очень много, потому что среди тех, кто тоже критически относится к этому режиму, тоже полно подонков. Тоже не будьте похожими на них. Гражданская солидарность должна сложиться прежде всего в том, что мы друг к другу относимся по-доброму. Соединяемся вместе против них. Они и мы. Все, уже граница пролегла. Жесточайшая граница. Если у вас есть среди друзей прокуроры, судьи, следователи, эксперты судебные, вы должны разорвать с ними отношения навсегда. Если у ваших детей дружба с детьми вот этих, вы должны сделать все, чтобы никаких не было взаимодействий. Все, с этими людьми ничего. То есть, либо это дерьмо, тогда ты с ними. Тогда ты с ними. Если ты хоть как-то касаешься, считай, что ты в нужник по пояс погрузился, как минимум. А если ты ближе к ним, среди них, сослуживаешься, считай, что ты уже с головой туда нырнул. Да, у нас есть самые разнообразные взгляды. Я тоже там с коммунистами, либерастами. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Хотя в суд сегодня приходят такие, когда мы об этом не разговариваем, когда при мне не оскорбляют память Руси Великой, Российской империи. Я могу с этими людьми разговаривать. Мы здесь, мы по одну сторону баррикад, если мы против них. Вот это четко совершенно, это четкая граница пролегает. А с ними, с этими никакого взаимоотношения не должно быть. Какие там вас попросят, какие-нибудь свидетельские показания дать, идите вы и так далее. Скажите прямо, что вы о них думаете. Ну, если это фиксируется, то в вежливой форме. Вот они могут быть подонками. Они при задержании, допросах матерятся как угодно. А Шендакова судят за то, что он приложил этих ФСБшников. Они достойны того, что про них сказал Шендаков. И в своем мнении специалиста я пишу, почему достойны. Почему? Потому что они не служат государству, они служат своему карману. Они создают бандформирование. На днях тут была информация о том, что ФСБшники в составе бангруппы, можно сказать, забили человека насмерть, потому что где-то там в общественном туалете он дернул не за ту ручку, а там уже заседал какой-то из этих, их называют офицеры. Какие вы офицеры? Вы не офицеры, вы мразь. Самая настоящая мразь. Поэтому то, что там Шендаков что-то про них сказал, и там как-то интерпретировали это все, нанятые и зависимые от этих негодяев специалисты. Их тоже должны быть все найдены. Но в моем экспертном заключении все, мнение специалисты называется по-правильному, все они перечислены, все они должны быть арестованы. Ну, по меньшей мере, минимальная для них ответственность. Это никогда, то есть все там звания, дипломы и так далее, все это должно быть отнято. Они не могут заниматься интеллектуальной деятельностью, потому что они патологические лжецы. Им заказывают ложь, и они пишут эту ложь. Вот я предлагаю тем, кто действительно интересуется этим вопросом, ознакомиться. Я ссылочку на вот это свое мнение специалистов пришлю. Вы просто, может быть, кому-то придется готовить такое мнение специалистов. Вот есть определенный образец. Вы должны смотреть, как фальсифицируют, систематически фальсифицируют заключение специалистов по 282-й статье. Это делается всегда, всегда не бывает случаев, когда бы специалисты, эксперты не фальсифицировали свою экспертизу. Бывает, что как-то вот человек, у которого какие-то элементы совести сохранились, он как юла пытается так что-то сфинтить, вот так вот и так надвое высказываться. То вроде есть, то вроде нет. Тут возбуждение, разжигание и так далее. Но это в редчайших случаях встречается. А так пишут, во-первых, ахинею, и судья все это принимает. И следователь-негодяй все это принимает. Вот здесь следователь с такой замечательной фамилией, фамилией, видимо, от священников у нас, следователь Преображенского. Следователь Преображенская. И совершенно было наплевать на то, что написали эти эксперты. Они чушь собачью написали. Они за три дня написали то, что надо было делать. Месяц, наверное. То есть предметное исследование текста – это сложная задача. Они там пишут про какие-то сумасшедшие методы, которые они использовали. Не было никаких методов. Это просто написано ахинея. Просто ахинея. И вот из этой ахинеи делают глубокомысленные выводы. Вы думаете, они ее читают? Вы думаете, судья, этот Мордыхаев-Мордахов, читал их экспертное заключение? Ничего он не читал. Ему не надо, он этим не интересуется. Ему задание дали, что надо посадить человека. И он это делает. Закон тут рядом не ночевал. Полная профанация. Там нет ни знаний, ни пониманий, ни каких-то моральных норм. Ничего нет. То есть собирают самых негодяев отовсюду. И я вижу, сталкиваюсь, редко кому приходится столько раз столкнуться с судьями, кроме тех, кто участвует в судебном процессе. Я как специалист много раз участвовал. Ну, просто полные негодяи. Полные негодяи. Судьи, прокуроры, следователи. Что творится? Откуда такое количество подлецов? Вот если вы работаете следователем, бросьте это подлое дело. В прокуратуру. Никогда не ходите. В юристом хотите стать? Ну, только чтобы адвокаты, пожалуйста. Но только не в прокуратуру, только не в Следственный комитет, только не в ФСБ, только не в суде. Это место, где работают полные подлецы. Полные подлецы. Так устроили они эту систему. Полное беззаконие, с которым мы сталкиваемся постоянно, а приходишь в суд за правдой, и там беззаконие в квадрате, в кубе, в десятой степени. Не объединимся вместе, не сломаем эту систему. Будем жить, захлебываясь в этом беззаконии. И источником беззакония являются именно те органы, которые должны сражаться за закон, которые должны чувствовать и нравственную норму, и применять букву закона, знать дух закона. Ничего этого нет. Ничего этого нет. Это невежды, бездарей и негодяи. Вот это путинская Россия. У нас должно быть все антипутинское. Все. Ни в малейшего склонения в эту сторону, ни в малейшей поддержке этому режиму. Выборы будут в 2021 году. Не будет нашего человека в избирательных списках. Если вы не знаете его, не ходите. И другим говорите. Какие выборы? Окупанты проводят выборы. Вы на эти выборы пойдете не ходить. Только если вы знаете, понятно, наш все равно проиграет. Они фальсифицировали выборы. Всегда это для них норма. Это для Америки. Это не норма. И они как-то очень сильно возбудились от того, что тотальная фальсификация произошла. И то проиграли. И мы проигрываем всегда, потому что верим в то, что выборы действительно существуют. Нет никакого выбора. Но если какой-то наш зарегистрировался, человек действительно достойный, надо пойти за него проголосовать. Шансов на победу нет никаких. Или они крошечные, минимальные. Проголосовать надо. Но если вы не знаете этих людей, не ходите. Если вы хоть малейшее подозрение, что человек из администрации, где-то там из правоохранительных органов, хоть как-нибудь зацеплялся за этот режим, категорически нет. Категорически нет. Тем более, что они вас приглашают только для того, чтобы обеспечить явку. Чтобы вы сами себя убедили. Да, выборы состоялись. Мы оппозиционеры все раздробленные. А они своих выдвинули. И все заодно проголосовали. Это такой сценарий. Вас превращают в идиотов. Вы бежите, голосуете один за одного оппозиционера, другой за другого. Нет единого кандидата. Нет никаких шансов. Никаких. Они сплочены, вы раздроблены. И оппозиция категорически не может объединиться, пока в этой оппозиции верховодят либерасты, западники, коммунисты, леваки, социалисты. Нет национальной оппозиции. Не будет никакой победы. Как не было ее до сих пор. Вы отказывали в поддержке русским националистам. Вот вам результат. Вот вам результат. Вот ваша оппозиция. Она играет заодно. Посмотрите на Зюганова. Он играет заодно. С этой же оппозицией. Посмотрите там. Навальный, он рушит не систему. Он занимается политическим интриганством. Последние его варианты просто гениальные. Но ничего изменять. У него нет никакой концепции изменений. И он вообще блогер, а не политик. Где политики? Где политики, которые достойно могут представить ту концепцию, за которую они бьются годами, десятилетиями и стоят? Нет этого. Чтобы стояли люди в правде. Только национальная оппозиция. Только русский национализм. Это единственная идеология, которая знает, как сделать. Знает, что сделать. Знает, кто наши настоящие враги. Объединяйтесь в русскую национальную оппозицию. Слава Руси. Господи, спаси. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!